хотел рассказать вам про внутреннюю сцену знаете что такое нет внутренняя сцена это то как вы реконструируете как вы себе представляете какую-то какое-то событие или область какой-то знаний там или еще что-то и вы на этой внутренней сцене производите какие-то действия я приведу сначала очень понятный пример значит вот допустим быть человеком разругались даже это ваша там вторая половина вы разругались и что происходит у вас дальше у вас начинается у вас внутренняя сцена в этой внутренней сцене есть этот человек есть разные места где там случались какие-то события которые где-то заставили вас ему поверить и где-то заставили вас где-то вы что-то для него сделали были какие-то совместные поездки были какие-то обещания были какие-то претензии которые обсуждались и ни к чему не привели были какие-то договоренности которые были порушены и так далее и вы чем занимаетесь вы внутри из самих себя на этой внутренней сцене ходите и тыкать ему пальцем говорите но тут же было а то он же говорил это а то же так а я тебе ты мне вот это и вот это вот целое целое пространство да на котором разыгрывается спектакль нашей внутренней драмы это плохой пример то есть он хороший но про плохое а можно точно также использовать эту вашу внутреннюю сцену для того чтобы точно также расставить по ней объекты и в рамках этих объектов производительность например какую-то производственную деятельность на то есть условно если у нас есть завод там точно также есть внутренняя сцена у начальника этого завода у него там есть сюда при приезжают детали здесь вот значит эти люди это дело здесь они раздеваются там они моются тут они значит пачкаются работой с этими деталями тут нас конвейер тут у нас сдача тут у нас бухгалтерии так далее и вы как бы внутри вот этого всего и вы можете увидеть взаимосвязи и знаменитые техники вот постоянного улучшения которые тойота например использовала она как раз состоит в том что это вот большая внутренняя сцена на которой понятно взаимоотношение всех элементов друг с другом или мы можем говорить про творчество вот вы например начинаете делать какой-то творческий проект неважно какой-то презентации вы делаете вы собираетесь сделать какую-то интересную творческую штуку или там готовите какую-то вечеринку там и так далее разверните это в большой внутренней сцене здесь вот эти элементы стоят здесь вот эти здесь вот эти здесь то лежит там те идут тут эти приходят там вот это движется и когда вы разворачиваете это как большую внутреннюю сцену не просто пытаетесь сказать какой у меня следующий слайд презентации или куда мне ткнуть иголкой чтобы вышивка получилась когда вы видите это в общем в взаимоотношении элементов у вас возникает внутреннее такой драйв который называется или поток или вдохновение или пиковые переживания и как угодно разные слова в психологии на самом деле они говорят о том что человек смог развернуть внутреннюю сцену которая касается той деятельности который он занят а не тех невротических вот наших ссор склок конфликтов и так далее которые мы зачастую своей голове так бессмысленно и беспощадно жуем